Вы бы знали, какую ее суперконструкцию создала, чтобы вот этот вид был в кадре. Всем привет! Вокруг будет слышно множество подобных звуков, потому что я снимаю на улице. Я сейчас нахожусь в Швейцарии. Я бы хотела рассказать вам об одном потрясающем дне, который произошел со мной совсем недавно. Я думаю, многие из вас заметили, что в последнее время я влюбилась, или можно сказать, заново полюбила мир театра и познакомилась с миром мюзиков. Благодаря музыкальной постановке «Балвампиров» я познакомилась с творчеством замечательных артистов, играющих в нем ведущие роли. Если вкратце, так я познакомилась с группой «Четыре чё». Эта команда собрала в себе две столицы — Москву и Петербург, а также объединяет нас, их слушателей. Встречайте участников Агаты Вавилова, Сергей Сорокин, Рустим Бахтияров и Андрей Шкалбыченко. Вернемся к одному потрясающему дню. 22 апреля 2017 года группа «Четыре чё» организовала спортивный флешмоб, который они назвали «Чё забег в Москве» и 23 апреля «Чё забег» прошел в Петербурге. Важные москвичи должны были приехать в 9 часов утра в субботу в парк Горького, чтобы поучаствовать в этом флешмобе. У главного входа парка мы все вместе познакомились с участниками группы Агатой, Рустимом и Сергеем. И также в этот замечательный день, 22 апреля, мы все вместе поздравили дорогую Женю с днем рождения, у которой в этот день был свой праздник. И я считаю, что это лучший вариант, как можно провести этот день весело и с пользой. Пробежаться в отличной компании и сняться в видеоклипе группы «Четыре чё весна». Я же об этом еще не успела сказать. Собралась дружная толпа, и мы все вместе пошли искать местечко для разминки, потому что обязательно перед бегом нужно сделать качественную разминку. Уже после нее началась наша утренняя пробежка. Все отважные ребята, приехавшие в этот день, самыми первыми услышали новые песни группы под названием «Весна». Также было использовано много живописных локаций парка Горького. Именно вот с этой нас согнал охранник, но фрагмент, который был оснят здесь, в итоге вошел в финальный вариант видеоклипа. Стоп! Мюзикл прям! Отлично! И чтобы был мюзикл, надо бы спрятать. Так, да. Так. Давай идем. Пять минут, пожалуйста, мы сейчас доснимем и уйдем. Вы молодой человек понимаете. Все, уходим. Сейчас мы быстренько... Запрещено, значит, действительно. Мы уже учились, все, нас тут нет. Сейчас так у... Запеть, надо. Запеть, ты нам нужно. Да, не, не, надо. Сейчас, сейчас, сейчас. Снимем! Нас спасают! Нет, все, все. Давайте еще раз. Также мы использовали как локацию Андреевский мост. По нему же мы продолжили наш бег и успешно добрались до московского дарца молодежи. Где до конца июня продолжает идти мюзикл Бал вампиров. Шоу маст го он. Как на подбор выстроились. Та-та-та-ра-та! А вот спортсментик! Та-ра-та-та-та-та-та! Первый пошел! У-у-у! Та-та-та-ра-та-та-та-та! Старники дырки! Говорят, дельфины любят в сотни раз сильнее, чем люди. Сергей, отличный трюк! Еее! Скотина, никакой адыбшки, как будто не худешь. Сделав общую фотографию на фоне МДМ, мы попрощались с Агатой, Сергеем и Рустимом. А 23 апреля Чо Забег успешно состоялся в Петербурге, представлял группу в этот день Андрей Школбыченко. Результат их забега и свой мы смогли увидеть в готовой версии видеоклипа «Весна». Но на этом мы не прощаемся с Четыречо. 16 мая в Московском Международном доме музыки Агата Вавилова, Сергей Сорокин, Рустим Бахтияров, Андрей Школбыченко и приглашенный гость артист мюзикла «Балван Виров» Александр Суханов представит в Москве музыкальный ревью под названием «Бар разбитых сердец». Купить билеты на музыкальный ревью можно в кассе Московского дома музыки, а также на их официальном сайте. Ссылки на клип «Весна» и покупку билетов будут в конце видео. Вы сможете кликнуть на них с любого устройства. Увидимся с вами 16 мая на «Баре разбитых сердец». Я собираюсь туда идти, так что присоединяйтесь ко мне. Это шоу никак нельзя будет пропустить. На этом я прощаюсь с вами. А прямо сейчас будет трейлер шоу «Бар разбитых сердец». Увидимся там. Пока. А все эти скитания по барам это просто страшно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет!